SCP-1061 автокатастрофа. Класс объекта безопасный. Особый слой содержания. SCP-1061 содержится в охраняемом гараже с климат-контролем. Шины с объекта должны всегда быть сняты. В отсутствии опытов, двери объекта должны быть постоянно заблокированы, а лобовое стекло загорожено. Все эксперименты должны проводиться в гараже. Доступ к SCP-1061 разрешен персоналу с четвертым уровнем допуска и занятых в одобренных опытах сотрудников класса D. Если это не входит в условия опыта, запрещается кому-либо из не сидящих на пассажирских местах касаться любой части сидения водителя. Сотрудник, коснувшийся водительского кресла, не находясь при этом в пассажирском, становится экземпляром SCP-1061-1 и подлежит задержанию до утверждения проведения с ним опытов удаления биологических отходов из салона. SCP-1061 после тестирования выполняется роботами. Никакое другое обслуживание SCP-1061 не производится. Описание. SCP-1061 представляет собой автомобиль марки Pontiac Grand Am 1992 года выпуска. Темно-красного цвета, сильно поврежденный в результате столкновения. Кроме прочего, имеется большое отверстие в лобовом стекле с водительской стороны. Объект проявляет три различных аномальных свойства. Эти свойства рассматриваются как связанные между собой, поскольку, судя по всему, вызваны одной и той же аномальной сущностью. Первое аномальное свойство SCP-1061 связано с несколькими иллюзиями. Повреждения от столкновений видны только снаружи. При осмотре изнутри или через открытую дверь интерьер SCP-1061 выглядит совершенно целым. Этот эффект сугубо визуален. На записях электронных устройств наблюдения объект внутри также такой же, как и снаружи. При взгляде изнутри через боковые окна в закрытом состоянии и заднее стекло виден пейзаж города Удалено и его окрестностей, какими они были в 1996 году. По результатам метеорологических, астрономических и ботанических наблюдений, а также по данным газет и прочих периодических изданий, то есть в день, когда SCP-1061 попал в аварию, через лобовое стекло также видны город и его окрестности, однако через отверстие в лобовом стекле, пробитое головой первоначального водителя, не виден ни город, ни камера содержания. Вместо этого за ним видно удалено. Если сиденье водителя остается незанятым, то люди, занимающие другие места или наблюдающие через открытые двери, видят, что SCP-1061 припаркован у бордюра перед пригородным домом. Как и иллюзорное отсутствие повреждения автомобиля, эта иллюзия не распространяется на видеокамеры и другие электронные записывающие устройства. Также эта иллюзия не активируется, если SCP-1061 не сидит живой человек и деактивируется, если все наблюдатели покидают SCP-1061. Видимое через окна окружение всегда отображает время суток, в которое наблюдение наблюдателей вошли в SCP-1061. Если несколько наблюдателей входят в SCP-1061 в разное время, окружение продолжает отображать время суток, определенные входом первого наблюдателя. Соответствие сохраняется до 18 часов 4 минут, время в которое SCP-1061 попал в аварию. После этого время суток за окнами SCP-1061 сбрасывается к примерно 10 утра 10.27. Как определено по длинам теней, положению Солнца и времени, в которое видимые за окнами местные жители позже возвращаются с работы слэш-учебы. Наблюдатели в этот момент видят блондинку, отходящую от водительской двери SCP-1061. Второе аномальное свойство проявляется, когда живой человек садится в водительское кресло. Конец зачем-то текста касается водительского кресла SCP-1061. Все такие люди, за исключением наблюдателей с пассажирских сидений, становятся экземплярами SCP-1061-1. Разум SCP-1061-1 замещается разумом, предположительно удалено. Зарегистрированные владелицы SCP-1061, погибшие в той аварии. Также считается, что она и является той женщиной, которую видят, отходящей от SCP-1061, при сбросе его иллюзорного окружения. Экземпляры SCP-1061-1 уверены, что сейчас 1996 год. И даже при извлечении из SCP-1061 считает, что находится либо дома, либо в каком-либо из различных местах в городе удалено, или в его окрестностях. Убедить их в обратном невозможно. Если ему или ей позволить остаться в SCP-1061, SCP-1061-1 начнет ездить на SCP-1061, либо вставив случайный ключ в замок зажигания, либо просто имитируя вставку ключа, выполняя различные мелкие просьбы. SCP-1061-1 воспринимает наблюдателей с пассажирских сидений как друзей, удалено, обращаясь к ним по соответствующим именам и затевая разговор односторонний на соответствующие темы. SCP-1061-1 высказывает желание, чтобы наблюдатели покидали SCP-1061 по запросу, однако его, слышь ее, можно легко убедить взять новых наблюдателей в SCP-1061 при условии, что их общее количество не превышает трех. Наблюдатели сообщают, что при движении SCP-1061 окружающая среда, видимая через огно, выглядит аналогично окружению города-пригорода, удалено в 1996 году. SCP-1061-1 комментирует события людей и объекты, встречаемые по ходу движения. SCP-1061-1 выполняет от 5 до 11 поездок, в течение которых никогда добровольно не покидает SCP-1061. Вместо этого при каждой остановке теряет сознание на срок от 30 секунд до 11 минут, после чего извиняется перед пассажирами за промедление, объясняя это длинным поездом. Точный маршрут и порядок поездок SCP-1061-1 колеблется от экземпляра к экземпляру, однако общий характер поездок остается тем же самым. По прошествии не менее 36 минут и не более 70 минут с начала поездки, SCP-1061 принимает последнюю поездку к удаленном лаборатории и попадает в лобовое столкновение с фургоном доставки. Наблюдателей на пассажирских сиденьях иллюзорный удар не затрагивает, но SCP-1061-1, не пользующегося ремнем безопасности, бросает вперед с атипичной силой, действующей на непристегнутого водителя при лобовом столкновении. В данный момент проявляется третье аномальное свойство SCP-1061. С помощью высокоскоростной фотографии было установлено, что в течение 2 мс после касания головой SCP-1061-1 части лобового стекла, поврежденной в результате встраивания с головой, удалено. В 1996 году данные удалены, и голова SCP-1061-1 исчезает. После обезглавливания экземпляр SCP-1061-1 больше не проявляет аномальных свойств и может быть надлежащим образом утилизирован. Наблюдатели с пассажирских сидений, присутствующие во время столкновения, с последующим удалено, сообщают о некоторой аномальной сущности. Далее, SCP-1061-2. Примечание. Все данные, относящиеся к природе мотивации SCP-1061-2, являются результатом непосредственных сведений, предоставленных сотрудниками класса D, выполняющими функции наблюдателей с пассажирского сидения в опытах с SCP-1061. Таким образом, надежность данных не определена, как и достоверность существования SCP-1061-2. Однако ответы, данные по отдельности, в значительной степени сходятся. Протокол интервью. Доктор, так почему оно это делает? D, оно не знало, что мы здесь, даже не знало, что наши измерения даже существуют до той аварии, понимаете? Доктор, понимаю. D, а теперь оно хочет еще аварий, потому что, ну, оно любит человеческие головы. D, ну, я не знаю, правильно ли я объясняю, честно говоря. Во всяком случае, оно хочет больше автокатастроф, чтобы получить больше голов. Но оно не знает, как сделать так, чтобы произошла авария. D, вроде, ладно, вы, ребята, ученые, не так ли, естествознание за восьмой класс, помните? Доктор, думаю, помним. Итак, D, вы помните про, как его, ну, когда ставят эксперимент и делают что-то другим способом, чтобы найти, что именно важно? D, доктор, а вы имеете в виду условия эксперимента? D, вот, именно это ругательство. Вот, так вот, то ругательство, оно не знает, из-за чего именно произошла авария. Так что оно берет все условия эксперимента. То, как автомобиль выглядел внутри. То, что было внутри за окном. Что было в мозгу водителя. Всю это ругательство. И повторяет каждый раз. Каждый раз, когда кто-то попадает на сиденье водителя, бац, его мозг превращается в мозг той бабы из 96-го года. И она катается с часок, пока не попадает в аварию. А затем оно забирает голову. Доктор, спасибо. Это более чем полезные данные. Скажите, откуда вы это все знаете? D, я была на переднем сиденье пассажира, док. Любой, кто находится на переднем сиденье пассажира во время аварии, знает об этом. Доктор, спасибо огромное. Еще один вопрос. Почему оно выбрало для этого такой сложный метод? Если оно способно делать все эти вещи, то могло бы найти и более простой способ. D, только между нами, док. Я не думаю, что оно очень сообразительное. Оно не хочет слишком многое менять. Боится, что не сработает.